Добрый день еще раз. Меня зовут Ивановская Наталья. Как я говорю своим заказчикам, я ваш лечащий архитект. Сейчас на перекусе Руслан задал хороший вопрос. А что ты делала в Президиуме и как ты оказалась в трансперсональной психологии? Потому что у меня человеческое образование первое, которое полноценное, советское, 6 лет, безо всяких этих курсов. И троллевали. Оно архитектурное. И к тому моменту, собственно говоря, уже 21 год назад, я защищала диплом. В это время я уже закончила курсы духовных акушеров. Но так случилось, что на курс для переменных я тогда не успевала. И, в общем, там была своя очень длинная история. Потому что про водные роды я знала буквально с 12-13 лет. Потому что Таня Сарбонос, которая была ближайшей ученицей Черковского, она в то время работала в НИИ, где работала моя мама. Ну, в общем, неважно, к тому времени уже моя связь с трансперсональной психологией, она как-то уже сама по себе реализовалась. И в то время, когда я защищала свой диплом в институте, я уже понимала, что архитектору без понимания психологии просто работать, ну, я считаю, вообще запрещено. Потому что пространство очень сильно влияет на человека. То есть оно оказывает на него гигантское совершенно влияние. И, наверное, масштабы этого бедствия до сих пор не изучены как следует. Поэтому я вот в течение уже 20 с лишним лет занимаюсь именно этой проблематикой. мне удалось за это время создать методики проектирования. То есть большей частью я работаю с архитекторами-дизайнерами. То есть я их учу, да, их знания прикладывать все-таки к человеку, для которого они работают. Потому что, безусловно, мы все с вами прекрасно понимаем, что когда мы попадаем в новое пространство, да, там, будь то наш дом, да, или куда-то переезд, или это даже будет там какое-нибудь путешествие и отдых, меняется наше внутреннее состояние. И любого дядю Васю-слесаря всегда можно спросить. В реальности каждого человека существует понятие, да, уютно-неуютно, комфортно-дискомфортно. И это те вещи, которые связаны именно с переживанием человека, да, его внутренним переживанием по поводу внешнего пространства. Собственно говоря, почему это происходит? Все очень просто, вот просто, да, банально, да. Голова, как мы знаем, предмет темный, исследованию не подлежит. И все, что происходит внутри черепной коробки, да, это вот эти вот какие-то непонятные электрические импульсы, которые между собой. В самой голове там темно, да, там звуков нет, собственно говоря, вот ничего кроме вот этих нейропроцессов не происходит. И все то, что мы с вами воспринимаем, да, и оцениваем, да, и проживаем в своей жизни как физическую реальность, все это связано исключительно с нашими пятью органами чувств, да. У нас нет никакой другой информации для того, чтобы мы осуществляли вот эту вот связь между вот этими темными и загадочными процессами, да, и теми процессами, которые вызвали, собственно говоря, вот эти вот наши психические реальности. И поскольку мы с вами занимаемся трансперсональной психологией, да, которая, в общем-то, очень по широте своей близка и с философией, да, и с практиками различными, то на сегодняшний день уже у меня есть возможность говорить с вами на таком понятном языке. И все, когда мы имеем дело с внешним пространством, да, с внешней реальностью, мы можем говорить о том, что мы имеем дело с зацепками ума, да, с теми привязанностями, которые у нас возникают, и с теми импульсами, которые и формируют нашу субъективную реальность. И, безусловно, да, если говорить о каких-то больших таких целях, которые мы можем ставить в жизни, то, ну, задача, да, прийти к, скажем, глубинному вот этому состоянию, да, самоидентификации, которые не существуют, собственно, к естественному состоянию ума, да, потому что вот чем больше мы занимаемся этим, тем больше понимаем, что внутри-то, собственно, там уже вообще непонятно, да, там и нет-то никого. Поэтому, в основном, все то, с чем мы имеем дело, да, это вот эти вот вещи, которые заставляют наш ум цепляться, да, и к чему мы цепляемся, собственно говоря, таким образом мы создаем вот эту вот физическую реальность. И именно в этом контексте я считаю, что такой осознанный подход к формированию своей физической реальности, того пространства, в котором мы находимся, он имеет огромное значение, потому что наше внутреннее состояние, да, сознание, оно будет, хотим мы того или нет, оно будет определяться, в общем-то, теми зацепками, которые мы сформировали. И мы можем позволять себе их выстраивать, на самом деле, да, любым образом. Значит, исторически мы знаем, что эти модели, они рассматривались издревле и как идеальные, да, то есть, допустим, вот на этой картинке, да, к сожалению, мы резкость не отрегулировали, вот, это вы видите 3D-модель, построенную по мандале кала-чакре, да, то есть издревле люди задумывались о том, какое же должно быть идеальным внешнее пространство, для того, чтобы оно помогало человеку наиболее позитивным, да, и полным образом формировать его внутреннюю психическую реальность, и там, допустим, практики, да, там, буддистские, боновские, они связаны, да, допустим, с древними культурами, где эти идеальные модели уже были выстроены, и там, допустим, та же самая мандала кала-чакра, я терпеть не могу, когда на моих лекциях отвлекаются, я же преподаватель, я поэтому вредная, вот, и эти идеальные модели, они уже в себе заключали и процессы внутренние изменения элементов, да, потому что, допустим, в древних культурах каждый цвет отличал не только за физический элемент, но за психическую функцию, за динамику развития этих процессов и так далее, и так далее, но, к сожалению, такой возможности, вот, скажем, в современном городе в наше время, да, использовать вот эти идеальные знания, у нас такой возможности нет, потому что мы живем не в идеальной модели, да, мы находимся в светском обществе, а не в монастыре, поэтому у нас каждого свои цели, да, у нас у каждого свое движение, и мы, в общем-то, варимся вот в соку собственном понятии о прекрасном, да, и собственной субъективной вот этой реальности. А откуда у нас может с вами взяться наше субъективное понимание о том, что же такое вообще для нас пространство? И в этом месте мы исключительно обращаемся к психологии, потому что больше нам пойти-то и некуда, ибо самое первое пространство, с которым мы с вами столкнулись в нашей жизни, это было лона матери, то есть от того момента, когда человека еще не было, и до того момента, как он попал в этот большой мир, да, он уже находился в определенном пространстве. И это пространство, оно сформировало в нем вот это вот базовое его отношение к вот этим объемным категориям, дальше которые в своей жизни он будет сравнивать в бесконечном анализе. То есть у каждого из нас в бессознательном оно записано в то самое понятие о первичном пространстве, и в последующей жизни, когда мы с вами оказываемся в тех или иных местах, когда мы оборудуем собственную жизнь, да, какие-то более маленькие там пространства уютные собственного дома, да, или когда архитекторы проектируют какие-то, возможно, мегаполисы, все споры и все дебаты, они идут относительно сравнения каждого из нас с тем идеальным, да, прописанным вот в тех самых базовых матрицах пространстве, которое было у нас. Собственно говоря, на это мы в течение всей жизни и опираемся, потому что что такое вкус? Вкус – это компас, это тот компакс, благодаря которому мы соизмеряем во внешнем мире то, что подходит нашей внутренней реальности. Отсюда наша любовь к каким-то там платьишкам, рюшечкам, какой-то там стилистике, деталям, да, там и так далее, и так далее. То есть вкус – это мерило вот это соотношение внутреннего и внешнего. И он очень здорово, этот вкус нам помогает как раз во внешнем мире находить вот эти вот гармоничные решения, которые позволяют нам выстраивать нашу внутреннюю, да, вот эту вот субъективную реальность, да, потому что что такое объективная реальность на самом деле как бы вот… А кто её знает, да, потому что опять же вот в той самой тёмной коробочке, да, вот куда, в общем, по большому счёту сложно заглянуть, собственно, там вот все эти тайны и хранятся. Вот. Два года назад со мной случилось совершенно удивительное событие. Я нашла книгу, я вообще нашла автора почему-то вот в архитектурных институтах, о нём не рассказывают. Вроде я много чего прогуливала, но не история архитектуры, да, не какие-то теоретические вещи. Но для меня было открытием, что, оказывается, в 20-е-30-е годы в России был совершенно необыкновенный мастер по теории архитектуры. Александр Габричевский, он был сыном знаменитого доктора Габричевского. Вот. Но сын как-то вот был менее известен, и я была поражена, когда наткнулась на его труды, потому что, с одной стороны, я испытала огромное счастье, да, и там забила себя в грудь. Ой, да я же не одна, значит, единственная, всем этим морочусь, вот этими проблемами внешнего, внутреннего, да, с точки зрения архитектуры. С другой стороны, у меня была обида, что мне раньше об этом не сказали, потому что мне пришлось много частей велосипеда изобретать самой, да, в то время, как я могла уже опереться на существующее. И когда я только начинала свою работу в антропологическом дизайне, вот была вот эта вот схемочка, да, вот, которую я рисовала как человек, да, и он дальше, как бы, находятся различные сферы, в которых он живет и проявляется, да, то есть в... Есть то, что мы позволим себе назвать некой такой вот загадочной субстанцией, которую мы определяем, да, там, как душу, да, а на ней есть такая вот замечательная, да, но вот как бы там ни было, да, как бы мы и не стремились к интеграции, все равно мы чувствуем эти вещи немножко отдельно, да, внутренние переживания, физические ощущения, то есть на этой совсем тонкой оболочке у нас есть физическое тело, да, дальше физическое тело мы огораживаем от внешнего мира с помощью одежды, да, создаем вот некий такой вот защитный экран, да, и позволяем преодолевать эту границу, да, только самым ближним, близким для нас людям, вот. Вот. Дальше для нас существует уже следующая оболочка, это наш дом, это та граница, которая нас отделяет, да, от социальных таких активных процессов и так далее. Дом наш вписывается там в район, в город и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И, в общем-то, это, ну, модель рассматривать, да, вот проявление человека, она, оказывается, была у Габричевского в его лекциях по морфологии искусства еще тоже в 20-х годах, но у него это звучало очень-очень гладко, он вообще вот такой вот мастер, как я переписывалась с Рапопортом, общалась он тоже, ну, это наш теоретик такой архитектуры, он тоже занимается Габричевским, оказывается, и мы когда в письмах с ним общались, то вот мы с ним сошлись в том, что Габричевский, он был как вот мастер и дзин с точки зрения архитектуры, потому что у него очень образные понятия, вот. Так вот, Габричевский тоже, он еще в 20-е годы обращал внимание архитекторов на то, что человек является вот этой вот системой оболочек, да, которые распространяются от него все дальше, дальше, дальше и дальше. И, в общем-то, издревле влиянием этих оболочек на человека занимались совершенно различные течения, и вот эти вот аспекты взаимоотношения человеческой природы и внешнего пространства, они издревле были очень, скажем, интегративными дисциплинами. Потому что дело в том, что хотя бы вот в перестройку в 90-е годы стали говорить о феншуе, да, и я первая была, кто, значит, выпучив глаза, помчался туда все это смотреть, читать, а поскольку, как бы я была архитектором, то уже мой анализ, да, вот со второй-третьей лекции, он упирался на то, что как бы вот, ну, неправда, вот не верю. Да, и оказалось, что вот те знания, которые под видом феншуй нам пытаются преподать, да, ну, вот это вот такой вот бизнес для бледнолицых, да, вот для тех, кто вот мало может чего сообразить, да, и там не очень понимает, чем абстрактный символ будет отличаться, да, от индивидуального, поэтому какой, ну, это хороший бизнес, собственно говоря, да, потому что, например, там вот одна из авторов многочисленных книжек, там, Лилиан Ту, была очень интересная дама, которая там закончила МБА, она была владелицей холдингов и корпораций, то есть у нее там было буквально там несколько банков и каких-то больших предприятий в управлении, и как оно водится там к определенному возрасту, ну, я так предполагаю, там, годам к сорока, наверное, да, вот появилась вот эта вот усталость, и уже там хотелось заняться чем-то таким для девочек, вот, но поскольку закалка-то у нее уже была такая бизнесовая, то вот для девочек она организовала сувенирное производство, и под это сувенирное производство было, собственно говоря, и написано огромное количество вот этих книжек по Феншой, вот, а поскольку ум мой пытливый, в общем, и остается таким юношеским, то я, например, сама, да, вот поскольку тема Феншой, она безумно интересная, и она невероятно глубокая, то я вот сама вот продолжаю, уже второй год я хожу на занятия Бронислава Виногродского, да, вот, которым он был заявлен, он на самом деле в Китай уехал, то есть его и не могло быть на этой конференции, вот, и он-то как раз вот, например, рассказывает о том, сколько в настоящем Феншуе вообще должно быть слагаемых, что, в общем-то, не будучи китайским мальчиком, которого в пять лет отдали в монастырь, говорить о мастерстве Феншуе на самом деле не приходится, и, в общем-то, все эти системы, которые там, и Феншуй, и Феншуй, и Саче, и Васта, это невероятно глубокие и невероятно сильные системы, которые требуют такого уровня мастерства, которое, на самом деле, вот нам даже вот в нашем современном, да, тем более западном, таком линейном подходе очень сложно освоить, потому что там необходимо и очень глубокое знание китайской медицины, да, потому что вот эти вот все каналы, которые действуют в человеческом теле, они должны соотноситься вот с теми потоками дао, которые есть во внешнем пространстве. А дальше же еще надо знать китайскую всю астрологию для того, чтобы просчитать, как вот эти внутренние каналы, которые отражаются во внешнем пространстве, связаны с теми движениями, которые существуют в компасе, ой, в космосе, вот, то есть на самом деле, и плюс там должны быть сколько лет, да, и очень высочайшее мастерство, связанное там с цигуном, с тайцзи, потому что в каждом отдельном случае, да, вот, когда архитектор проектирует, это я могу вам сказать по собственному опыту, та часть телесных переживаний, которые происходят в теле, вот, человека, они имеют огромное значение, то есть умом дизайнер проектирует в 25-ю степень, да, а в первую очередь он должен все это чувствовать и общаться с пространством через телесные свои ощущения, потому что человек, когда мы въезжаем в пространство, мы в первую очередь опираемся на тело, да, потому что все понятия комфорт, уют, они в первую очередь связаны с телесными переживаниями, вот, это что касается древних дисциплин, которые прям совсем были древние, а потом, когда прошло энное количество времени, да, и наступил Ренессанс, потом наступила эпоха просвещения, то есть прошел тот виток, когда человечество снова стало обращаться к каким-то древним истокам, знаниям, и снова появились вот эти интегративные исследования пространства, да, потому что там, я вам честно скажу, я пропустила, ну, как мы учимся в институте, да, вот сегодня говорили о том, что хорошо бы среднее образование получить уже во взрослом возрасте, да, уже вот как-то вот по-людски, спокойно, осознанно, а уж выше это тем более, вот, и буквально год назад я вот с Сити-ФМ сотрудничаю, мы там периодически какие-то передачи вместе делаем, и тогда еще там Саша Ветров работал, и он один из немногих ведущих на радио, кто вот готовился к передачам, и он, прежде чем пригласить меня на эфир, он читал Альберте 10 книг о зодчестве, и он мне начал, ну, предварительно задавать эти вопросы, мама дорогая, я же еще не помню, вот, я скорее-скорее-скорее скачала, стала просматривать, оказалось захватывающее чтиво, товарищи, невероятно интересно и легко написано, потому что вот прямо вот, знаете, прям статусами, вот, 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 очень маленькие абзацы, все по существу, сжато и так далее, да, вот как можно было читать, Альберте 10 книг о зодчестве, то есть можно было «Войну и мир», да, читать в 8 классе по-честному, да, а можно было взять в библиотеке ту самую книжку, где вот краткое содержание предыдущих серий все время было, да, но ко второму тому, по-моему, все переходили вот на это изделие, вот, так вот, а Альберте, он как-то вот изначально был так написан, и оказывается, вот, просто вот ученый, да, да, у нас ренессанс, уже там наука, да, искусство, да, Платоновская академия, и что вы думаете, он пишет, как должен быть спланирован город для того, чтобы там рождались красивые дети, вот не просто там какие-нибудь, я не знаю, там здоровые, да, там и так далее, он писал о том, что нужно делать в архитектуре для того, чтобы дети были красивые, и там не было особо там никакого вот этого вот ахалая, махалай, там очень практические, архитектурные, конкретные, конструктивные советы там, и по поводу отделочных материалов, и астрологических там каких-то вещей, вещей там была и физика, и математика, и так далее, то есть все вопросы, которые касаются исследований, да, человека и пространства, они всегда междисциплинарными, потому что, да, внутреннее оно всегда изучается какими-то, скажем, тайными знаниями, к коим можем теперь уже так, да, вот относить психологию и трансперсональную психологию, и философию, там, и эстетику, да, и внешние науки, которые описывали физическую реальность, да, это физика, математика и так далее, и всегда только их взаимодействие могло описать вот этот вот характер нашего общения, да, и того, как мы откликаемся на ту реальность, которая вокруг нас, собственно говоря, и происходит. Что мы имеем на сегодняшний день, то есть когда я 20 лет назад начинала всем этим заниматься, да, вот когда меня просто вот, ну, я не могу проектировать, как бы, ну, не знаю психологию, но вы меня извините, все как бы вот пристрелите, вот, и мне казалось, да, что я вообще вот бедная крошка, и податься бедному крестьянину некуда, да, и Габричевского я в то время не читала, и вообще это был тот момент, когда вот такого вот переходного периода, когда реально вот этих исследований, их практически не проводилось, и только постепенно, постепенно, со временем стали появляться еще и еще и еще исследования. И сейчас уже можно говорить, что вот этими вопросами влияния пространства на человека, да, и как же нам выстраивать свое внешнее таким образом, чтобы нам было комфортно с внутренним, уже можно говорить, да, о том, что именно этим, да, и плотно занимается эргономика, которая, да, она больше касается дизайна, чтобы нам удобно было там сидеть, стоять, что-то брать, но она имеет свое распространение сейчас на более широкие вещи, на большие объемы. И строительная биология, которая просчитывает влияние всех строительных материалов, там каких-то вибраций, технологий на нас и так далее. И нейродизайн — это та дисциплина, которую мы сейчас оформляем и проводим исследование в Академии наук. И вот ваша покорная слуга, которая вот свои методики и исследования собрала и назвала антибиологическим дизайном, то есть слава Богу, и сейчас мы тоже благодаря интеграции различных знаний и областей имеем возможность уже не методом тыка, не интуитивно слепо, да, а более-менее точно говорить о том, какие параметры внешней среды, они имеют большее значение на наше внутреннее состояние. И чем дальше идет наука, да, вот она практически в любых областях, тем больше мы видим, да, насколько новейшие исследования, они подтверждают достаточно древние знания, которые могли быть метафоричные, которые могли быть иносказательны, да, и рассказаны на языке в том числе, да, и мифа. Да, я же должна в конференцию строить, вот, то как бы современные реальности, да, и древние мифы, они начинают срастаться, и они уже, эти знания становятся общими в описании вот этих категорий, которые для нас важны. То есть оказывается, за вот эти тысячелетия у человека, как было две руки, две ноги, собственно говоря, так их и осталось, да, и как у человека были базовые требования к пространству, да, это безопасность, соединенность, гармония, они точно так же, эти ценности человеческой жизни, они, в общем-то, никуда не делись. То есть как древний человек, когда бегал под джунглем, он хотел счастья, да, собственно говоря, и мы хотим, в общем, тоже счастья, потому что, ну, какие-то вот эти базовые потребности человека, да, определенные его, в общем, и физиологии, и психологии, они не меняются. И пространство наше, да, вот, в котором мы живем, оно как было трехмерным, собственно говоря, оно и осталось. Вот, поэтому и древние дисциплины, и современные, они сходятся в своих описаниях того, что же нужно человеку, да, для того, чтобы внешнее пространство, да, оно наиболее полным образом удовлетворяло его потребности. И чем, снова вернемся, да, чем мы мирим физическое пространство и материальную реальность, которая вокруг нас творится, да, мы меряем своими органами чувств, сколько их Господь дал, вот, там, как бы мы ни пытались всякую интуицию, там, шестыми чувствами называть, ну, да, вот, объективно их все равно пять, и тело остается, да, его импульсы, это и есть та единственная наша связь между внутренним и внешним, и все свои описания, все свои понимания и знания о том, что нам необходимо, мы все равно берем с помощью тела. У нас, ну, нет другого инструмента, да, для того, чтобы жить эту жизнь, да, вот, в том пространстве, которое мы называем, да, вот, физической реальностью, жизнью, там, и так далее. Вот, и оказывается, что, вот, мой любимый друг Габричевский тоже в 20-е годы обращал внимание архитекторов, причем вот эти вот все наши знаменитые советские архитекторы, которые там были очень, да, вот, строили Москву, и когда он писал о них, да, вот, ну, это такая всегдашная горечь преподавателя, он говорил, боже мой, это же вот там, они ничего не понимают в архитектуре, я вообще не понимаю, какое будет у нас будущее, как они могут строить. Ну, тем не менее, да, вот, жизнь продолжается, как бы эти процессы всегда были. Но, как бы еще в начале прошлого века Габричевский обращал внимание своих студентов именно на то, что для архитектора очень важно понимать, что тело является высшим и последним критерием всех пространственных отношений и целой системы ценностей, которые располагаются, да, вот, по вот этим сантрическим оболочкам. И сейчас мы с вами поговорим немножко про эти аспекты подробнее, да, потому что вы, как психологи, сейчас очень для вас будут очевидны те вещи, которые я говорю. Итак, значит, базово то, что мы с вами помним о пространстве, да, и то самое первое пространство, которое мы с вами получили в этом воплощении, да, его функция, одна из самых главных, это было, естественно, обеспечение безопасности, да, это была безопасность плода, который будет вынашиваться, и в последующем, естественно, наши требования к пространству, самое первое, да, оно всегда связано с тем, что крыша над головой должна нас защищать от зноя, холода, от диких животных, недобрых людей там и так далее, и так далее, вот. И когда мы чувствуем, да, вот некое ущемление нашей безопасности, да, человек, он хочет спрятаться, это его нормальная физическая и психическая реальность, и в архитектуре, и в дизайне, да, говоря про оболочки, да, мы тоже свое чувство безопасности удовлетворяем через определенные архитектурные решения. Если мы говорим про дизайн, то это в первую очередь будут планировочные схемы, и здесь уже мы будем опираться на свой как раз перинатальный опыт, да, от того, какая у нас была эта первая матрица, насколько она была благоприятная, неблагоприятная, вот. И уже в зависимости от этого будут возникать наши предпочтения в планировочных решениях. Понятно, что, ну, на самом деле непонятно, да, поскольку, как бы, чем я старше становлюсь, тем, как бы, все больше появляются юных слушателей, поэтому вот эти вот, да, привычка говорить, она осталась. То есть в наше время выбрать планировочные решения было достаточно сложно, потому что мы дети, да, советских городов и советских домов, мы жили в абсолютно заданном пространстве, и свою психическую реальность у нас не было возможности, Виталик не спит, у нас не было возможности ее описывать каким-то особым образом, да, то есть мы свою психическую реальность, свои двигательные паттерны, свои привычки двигаться, мы обязаны были вмещать вот в те схемы, которые нам предлагал этот самый исполком, да, там ЖКХ, там СУ-154 и так далее, и так далее. Вот, это сейчас уже, когда мы имеем дело, да, вот с какими-то более новыми проектами и с возможностями свободной планировки, то у нас есть возможность прочувствовать, каким образом развивается наша мифология в этом пространстве, каким образом нам хочется двигаться в этом пространстве, и после этого уже делать, принимать определенные планировочные решения, да, вот, как бы, среда для человека, а не человек для среды, да, то есть, как бы, вот сейчас уже можно пользоваться этим. И таким образом уже, как бы, даже вот в собственных домах у нас есть возможность чувство безопасности реализовывать, да, вот, согласно тому, как мы чувствуем эту потребность. А в архитектуре, конечно, издревле, да, всегда были сооружения, это были стены, да, это были кровли, заборы и так далее, то есть, это были абсолютно физические конкретные вещи, которые организовывали вот эту вот самую безопасность, такую обычную физическую, как она есть. И я когда вот, ну, у меня больше слушателей, которые называются дизайнеры, вот, и, как правило, там, ну, людей с высшим архитектурным образованием там меньше, вот, чем хотелось бы. И поэтому мне приходится им объяснять, что, а все думают, что дизайном заниматься легче, чем архитектурой, да, потому что там надо меньше изучать сапрамат, можно там инженерку меньше знать, ну, и так, да, там, там не сдавать экзамены, как должны быть эти стройматериалы на площадке, вот, разложено, то, что нам приходило. Но на самом деле от дизайнеров-то, вот я им объясняю, требуется гораздо больше мастерства, потому что архитектура, она имеет возможность реализовывать вот эти базовые потребности, очень конкретно физически. Вот если надо решить задачу с безопасностью, да, берем и ставим стену, а дизайнерам-то им же требуется создавать иллюзии вот этих ощущений. И эта работа намного тоньше, но вот, к сожалению, как бы вот не все это понимают. Какая следующая у нас базовая такая вот потребность, которую мы взяли с собой, да, из своего бессознательного, это соединенность, да, там, ой, проблема больших городов, там, одиночество, там, и так далее, и так далее. Действительно такая проблема стоит, и средствами архитектуры, в общем-то, она решается, потому что существуют различные приемы, да, и их огромное количество, начиная от инженерных коммуникаций, да, потому что тоже, да, когда в нашем кране появляется вода, понятно, что, как коллега мой один сказал, ну, коллега в смысле психолог, он сказал, слушай, ну, говорит, вот для меня вода, она, ну, как бы, вся инженерная система водопровода заканчивается краном, в том месте, где он, значит, соприкасается со стеной, да, но, тем не менее, это, как бы, тоже является одним из аспектов, который нам дает ощущение соединенности, потому что в нашу раковину эта вода, она приходит, в общем-то, по целой системе, да, от большого водоема, и инженерные коммуникации, они наши маленькие, вот эти вот наши замочки, да, и крепости, вот, в которых мы там организовываем себе свои гнездышки, инженерка, она очень правильным образом связывает нас с этим, с материком, вот, и мы не чувствуем себя, вот, да, вот, совершенно отделенными, но это что касается таких прагматичных вещей, да, а еще ведь существует огромное количество различных приемов, которые позволяют выстраивать пространство даже, допустим, вот в работе с инвалидами, там действительно у людей существуют определенные проблемы, которые, как правило, делают их одинокими. И есть возможность методами дизайна организовывать пространство таким образом, чтобы у человека не возникало вот этой вот такой, знаете, вот второматричной безвыходности и замкнутости. И в этих случаях можно использовать и цвет, и фактуры, и всякие динамические приемы, которые, да, вот возвращаемся к зацепкам ума, да, что делает дизайнер, он управляет вниманием человека. То есть, когда мы находимся в пространстве, наше внимание, оно же, мы не находимся в естественном состоянии ума, да, если мы, ну, как бы не занимаемся этим специально, наше внимание, но наш ум, который постоянно движется, да, ему нужна вот эта вот бесконечная пища, чтобы там переваривать, и ум следует за вниманием, за тем, куда идет наше зрение. И проблема соединенности тоже решается таким образом, что ум приводится в определенную динамику, он не застаивается, и динамика внешнего мира, она создает внутреннюю. И третий аспект, да, он связан с гармонией. То есть, мы его в таком, в обыденности, ну, вот в таком быту, мы называем это красотой. Вот. А на самом деле, да, это как раз и есть вот тот аспект, который мы с помощью вкуса создаем, вот это вот равновесие между внешним и внутренним. И когда это равновесие, оно существует, то тогда мы себя чувствуем гармонично. Если происходит вот это нарушение, то есть какой-то определенный контакт, мы воспринимаем это своей разумной, такой вот, я бы сказала, даже дневной частью, да, мы называем это внешними раздражителями, и у нас есть возможность... Вер, спасибо. И у нас есть возможность с той или иной степенью адекватности отреагировать на эти внешние раздражители. И у нас всегда в этом контексте есть выбор, собственно говоря, отреагировать на внешний раздражитель или сказать там, не интересует меня ваш стимул, до свидания. Когда мы с вами говорим о том, что мы попадаем в пространство, и наши пять органов чувства находятся с ним в контакте, зачастую мы не осознаем, как происходит это влияние, и, соответственно, мы особенно отреагировать-то, может быть, и... Ну, не всегда можем, да, там мы приезжаем в какой-то... Там бронировали один отель, да, в какой-нибудь... В какой-нибудь классическом стиле приезжаем, а там, извините, да, с видом на какую-нибудь там помойку, и мы тогда говорим, не-не-не, извините, вот это влияние пространства, оно меня никак не устраивает, вот этот ваш внешний раздражитель, будьте любезны мне сменить, а то он меня очень сильно раздражает внутренне. Вот, но в большинстве случаев, да, когда мы попадаем, ну, я не знаю, там, в какие-то офисные пространства, городские и так далее, мы даже очень часто не задумываемся, насколько сильно наше бессознательное, оно же на это реагирует. И поскольку исследования в этой области ведутся, то есть возможность уже включать архитектурное программирование тех реакций, которые будут у человека в том или ином пространстве. И на эту тему народ уже потихонечку начал шевелиться, и уже проводились и исследования, и их практическое применение, когда в офисах, да, вот, ведущих компаний очень сильно менялся дизайн, и потом смотрели результаты, и, в общем-то, надо сказать, что и творческая активность, и производительность труда, не побоюсь этого слова, она у людей увеличивалась, потому что из-за таких каких-то непонятно абстрактно интуитивных способов воздействия на сотрудников, да, повышения их эффективности, там, мотивации и так далее, использовались абсолютно конкретные приемы, которые может вообще давать внешнее пространство. Да, и это пример, который связан с офисами, а если вообще недалеко ходить, то вот рядом с нами, да, вот, есть площадь Киевского вокзала, и в свое время там журнал «Эксперт», они мне заказывали статью на эту тему, вот, я даже не понимаю, почему их именно эта площадь интересовала, но, в общем, на примере этой площади мы разобрали, что, собственно говоря, начинает происходить в городе, когда меняется архитектура, да, и в свое время, пока здесь не было этого европейского, вот, а я жила в то время на Мосфедоровской, поэтому я очень часто приезжала на автобусе вот на Киевскую, вот, был сквер, был большой сквер, и летом там, вот там реально, это утром, там были цыганские таборы, то есть они ставили практически шатры, и жгли костры, и вот прям вот ложились, очень красивые, яркие такие, с платками, спали под кустами, но это не вызывало никакой агрессии, это не вызывало никаких таких вот бурных реакций, потому что, во-первых, они достаточно чисто себя вели, и это создавало какое-то вот ощущение праздника, они с собой привносили. И в том месте вообще изначально, когда строилась эта площадь, ее задачей было распределение потоков, да, от центра, от Арбата, да, вот эти вот магистрали, они, поскольку Москва имеет самую естественную, да, радиальную схему, да, которая, ну вот все в природе, что развивается, да, там клетка, там эмбрион, все начинает от одной клеточки, да, разрастаться, разрастаться, поэтому вот эта вот круглая форма, она на самом деле естественная, и все древние, ну, изначальные градостроительные структуры, они имели радиальную структуру, а откуда взялось вот это вот разделение на перпендикулярные линии, да, авеню, проспекты, это же все пошло от легионеров, это была самая удобная схема, по которой можно было расположить военный лагерь, для того, чтобы по свистку, да, когда там надо быстро поднять войска, народ собирался и выступал, то есть такая схема градостроительная, да, она очень про дисциплину, про власть, да, про определенный уровень агрессии, и про вот такую вот ментальную такую вот выстроенность, а поскольку нам с Москвой повезло, да, она изначально, там, Кремль у нас, он в детенце, там эти слияния двух рек, ну и так далее, это я вам не буду, вот, то вот эта площадь, допустим, Киевского вокзала, да, она была вот этим моментом роста Москвы, который сформировался в конце 19 века, и она очень мягко разводила один поток по Кутузовскому, другой поток вдоль набережной, и вот этот сквер, он создавал вот эту вот гармонию перехода, и благодаря тому, что там не было никаких сооружений, кроме лавочек и плевательниц, которые стояли в сквере, то это пространство, оно было вот неким, знаете, как переходным моментом от города, да, к моменту расставания с ним, когда люди уезжали с вокзала, и когда они приезжали в Москву, то они в этом парке как бы проходили, скажем, ну, некий такой вот короткий инкубационный период, да, когда они не сразу вваливались в этот московский ритм, который, ну, он всегда был достаточно высоким по сравнению с другими городами, да, люди входили в город, они в него вплывали плавно, и поэтому они и сами не ощущали такого психического удара, да, как Москва на них наваливается, да, и сами по себе люди тоже в расслабленном режиме потихонечку входили в коммуникацию вот с этим, с мегаполисом. Когда же, допустим, начали реконструировать, да, так сказать, эту площадь, и убрали сквер, и поставили европейский, да, который, ну, дагестанские вот там хозяева, то есть со всеми вот этими вытекающими последствиями, то в этот момент и стали появляться, здрасте, стали появляться вот бесконечные заметки о том, что на площади Киевского вокзала произошло столкновение тех с этими, а потом там и так далее, и так далее. То есть из-за того, что убрали вот этот маленький вот этот клочочек вот этого инкубатора, это место сразу, оно обрело очень агрессивный характер, и оно сломало градостроительную структуру. Вот. И, ну, это я так долго рассказывала, да, пример того, как происходят вот эти вот изменения, да, вот в характере психологических реакций, да, при изменении архитектурных схем, да, вот как положительные эффекты мы сейчас видим вот эти вот новые исследования, которые выстраивают пространство, опираясь на знания, и дают эффект, связанный там и с творческой реализацией, да, и с гуманизацией, и как раз с снижением стресса и так далее, да, и вот тот пример, когда об этом не подумали, и он, чего мы получили. Вот. Но. Математика-то и расчёт. Они же присутствовали в архитектуре всегда, да, и на самом деле, как бы, архитектура, ну, сама по себе, это же очень интегративная штука, в которой, да, там, и живопись, и ваяние, и математика, и физика, то есть там огромное количество дисциплин, которые развивают и левое, и правое полушарие, и когда ты проектируешься, одновременно надо, да, понимать, чтобы эта штука, она была и красивая, и чтобы она тут же была и прочная, и чтобы она с инженерной точки зрения работала, поэтому там, в общем, мозги кипят, и они кипят в достаточно таком вот ровном режиме, вот. И вот эта вот история просчёта, каким образом пространство будет влиять на человека, она, собственно говоря, она и была издревле, да, и те же учёные Ренессанса, да, там, археометр, да, это удивительная история, которая описывает взаимоотношения и слова, и архитектурной пропорции, и музыки, да, и золотое сечение, да, после античной Греции, о нём очень здорово вспомнили в период Ренессанса, и ещё раз, ещё раз начали его описывать и Бронулески, и Леонардо. И на сегодняшний момент появляются возможности, когда вот мы, ну, я надеюсь, уже вот прям вот совсем скоро-скоро, уже с приборами и с присосочками, вот этими всеми прищепками, начнём собирать статистику с ребятами из Института Сербского, когда можно будет реально говорить о том, как изменяются, да, вот эти все альфа, бета, гамма, вот эти состояния человеческого сознания, в зависимости от того, куда человек попадает, да, что с ним происходит во внешнем пространстве, да, то есть скоро будет возможность говорить о математике уже с точки зрения нейродизайна, и, скажем, нейропсихологии, и уже вот архитектуры, то есть уже такие исследования, они потихонечку начинают проводиться. Вот, то есть в моём тоннеле свет уже виден. Вот. И из того, что мы на сегодняшний момент, да, ещё пока вот даже без этих, без прищепок и присосок на голове, да, из того, что на сегодняшний момент мы с вами можем использовать, да, и в первую очередь вы, как психологи, да, уже можете пользоваться этим в своей работе, это то, о чём я немножко начала говорить раньше, да, то есть у нас с вами есть возможность использовать внешнее пространство для того, чтобы создавать очень важные внутренние эффекты. Например, вот в зависимости от того, как мы с вами движемся в пространстве, да, какая у нас возможность в нём развиться, да, понятно, что одному человеку ему уютно и спокойно в каких-то небольших пространствах, и, скажем, его психической энергии достаточно для того, чтобы охватить внимание, да, скажем, помещение площадью, там, 10 квадратных метров, да, а спокойно мы себя чувствуем, вообще, вот как происходит зонирование, опять же, да, когда вы попадаете в пространство, то зона для вас – это периферийное зрение от одного края до второго. То есть если у вас пространство уже не попадает в зону периферийного зрения, это может вызывать дискомфорт, и лучше вот в этом месте, да, уже как-то пространство ограничивать, чтобы не возникало тревожности, потому что, ну, что же мы не помним, как мы бегали по джунглям, да, там какие-то дикие звери были, да, периферийное зрение, оно же вообще самое древнее, вот, и, как бы, когда меня спрашивают советы, да, вот из цикла, там, «Хозяйки на заметку», да, то я всегда говорю, что то, что для вас является самым важным пространстве, да, каким-то вот символом, который, да, вот вы понимаете, да, там, привезли, там, может быть, там, откуда из отпуска, то есть какой-то предмет, связанный с вашим ресурсным состоянием, некий предмет, который для вас, ну, является семантическим, таким очень важным, да, то вы этот предмет, пожалуйста, вешайте в зону периферийного зрения, потому что оно в первую очередь связано с бессознательным, да, и как вот в книжках Наташи Правдиной, там, какие-то символы, там, богатства, счастья и так далее, надо прям ставить в какой-то конкретный угол, нифига подобного, да, это все, эти вещи, они происходят по дороге, вот, поэтому то, что вам важно, ставьте в зону периферийного зрения, а если свекровь подарила, да, копию Айвазовского, и невозможно ее никуда делать, потому что она там раз в неделю приезжает посидеть с детками, ну, и опять же, да, вот, что ссорятся, то такие вещи лучше прямо вешать перед носом, потому что наше центральное зрение, оно самое молодое, и то, что у нас находится под носом, как мы прекрасно знаем, мы перестаем замечать достаточно быстро, поэтому эти вещи можно вешать прямо перед собой, потому что, во-первых, вы очень быстро перестанете обращать на это внимание, а во-вторых, оно не будет уже воздействовать на вас раздражающим образом, это будет связано только с рациональной частью, и ваш ум особо-то цепляться за это не будет. Вот. А сколько вообще времени? Я такое много могу говорить. Четыре часа. У меня полчаса осталось. Отлично. Вот. Допустим, что такое архитектурная стилистика, да, вообще это для меня это самый интересный модуль, который вот я читаю, и прошу вас, да, вот вы не изучаете никакую историю архитектуры, да, но вы обращаете внимание на то, какое огромное, на самом деле, значение имеют архитектурные стили. Вот просто в жизни каждого человека. Дело в том, что сейчас вот в профессиональных кругах очень модно говорить о том, что вот понятие стиля стирается, там нет, сейчас нет никакой стилистики, и я даже со всякими такими очень важными дедушками на эту тему спорю, там всякая профессура в мархи, которая, во-первых, они мне там в очередной 150 раз говорят, что нет, Наташа, у нас-то вы точно никогда не защититесь, потому что вот вы вот там вот. Ну, у вас, как они говорят, какое-то уже забытое отношение к стилю, но, товарищи, стиль – это способ организации пространства. Стили в архитектуре появились не просто так, да, стиль придумал не какой-то отдельный знаменитый архитектор, а все к нему побежали, стали заглядывать в его тетрадку, значит, списывать, и никто не пожаловался Марье Ванне. Вот нифига подобного. Стиль – это возникновение спонтанное у разных мастеров в разных частях, частенько света, да, определенных паттернов, которые организуют пространство. Стиль – это способ организации трехмерного пространства в соответствии с той политической, экономической, социальной системой, которая была характерна для того времени. Вот были междоусобные войны, да, вот был этот чума и жуть, и что с воза упало, то пропало, да, и крепостничество, да, и начало этих самых костров инквизиции и так далее. Что это было? Это было коллективное вот такое вот проживание второй матрицы. Вот просто огромное количество народа, да, оно проживало вот эти вот все, связанные со страхом, да, с ограниченностью, с давлением, да, с аннигиляцией вообще вот человечество, ценности жизни простого человека. И в это время человечество проживало именно эти эмоции. И вот этот период. И именно в это время появились романские замки, да, когда были рвы, да, когда попасть можно было только через специальные ворота, когда с башен нужно было лить на всякий случай эту горячую смолу и так далее. И когда у меня появляются заказчики, да, которые просят там, я не знаю, на своих несчастных десяти сотках, и чтобы там и забор, и электричество, и доберманы, да, и чтобы вот окошки поменьше, я там, ага, здрасте, я вот, знаете, ребята, вот, ну вот может и лишний раз даже поостерегусь работать, потому что я буду понимать, да, что там у ребят там будут проблемы и с агрессией, да, и там с желанием давить и так далее, и что, в общем, все люди замечательные, да, но их кармические омрачения, они будут очень сильно связаны с их внутренними страхами, переживая свой страх, они же на меня, в первую очередь, будут наезжать, вот, или, допустим, когда мы говорим о классике, да, и вот как бы своим, товарищам коллегам я в этом месте говорю, не путать классику с классиацией, я знаю, вот, так вот классика, да, это та классика, которая была античная, там, где действительно архитектура, она выражала все вот эти вот изначальные демократические принципы, да, вот все вот эти вот, человек равен богу, да, ну как было выражено, во-первых, с одной стороны, скажем так, по-плохому, да, это вот греческие боги, они же, ну, вели себя совершенно вообще не божественным образом, а вот просто, как, я не знаю, тетки и дядьки, вообще, причем с дурным воспитанием, да, и даже, ну, не интеллигентные они какие-то, вот, с одной стороны, то есть боги приближались к человеку, а с другой стороны, да, вот принцип золотого сечения, по которому все было построено, это же просто все внешнее пространство, оно пело человеку дифирамбы, потому что что такое золотое сечение? Это то, как мы с вами устроены, да, вот как, как эта фаланга пальца относится, первая относится ко второй, точно так же, как и вторая к третьему, а дальше все косточки и глазки, да, мы же все с вами построены по золотому сечению, все веточки на дереве, они тоже ведь по золотому сечению, и когда я устроена, да, живая природа устроена, и я прихожу в архитектуру, которая устроена по тому же самому принципу, что и я, и все вокруг, как я себя чувствую, я же понимаю, что весь этот мир только для меня и создан, вот он принцип классической архитектуры, вот, и вот через стиль и реализуются вот эти вот очень глубокие вещи, поэтому как бы стиль всегда в зависимости от того, какой стиль мы выбираем, мы создаем атмосферу, мы создаем, да, вот в своем микрогосударстве, у нас будет либо демократия, да, у нас либо будет тоталитаризм, я вот, ну, там, в фейсбуке, там, может быть, там, если кто у меня в друзьях, видели, я тут, на прошлой неделе я ужаснулась, в Химках районные управы, там, я уж не помню, кто у них там главный архитектор, был подписан проект, в котором будет построен дом, не просто круглый, я жила на Маспеневской круглом доме, там были арки и так далее, это абсолютно замок-донжон, то есть попасть внутрь этого двора нельзя без, там, вот тоже открывающихся, там, ворот, там, я не знаю, про эту самую раскаленную смолу ничего не написано, но я думаю, что недолго до нее осталось, да, потому что в городе, в современном вообще конгломерате делать вот такие вот замкнутые пространства, ну, это нехорошо, потому что, когда в перестройку уже вдруг в Москве начали возникать, пошло опять обращение вот к этому сталинскому ампиру, да, стали появляться вот эти вот дома с башенками и вообще они такие вот зекуратообразные, да, вот если вот московская, вот эта вот сталинская архитектура уберите башенки, это же будут зекурато, ну, в общем, по большому счету, Москва, мы даже с друзьями хотели такой перформанс сделать, Москва, город зекурато, ну, это так, да, и мы с вами помним, что такое зекурато, да, это вот, ой, красивый-то такой гипсон, да, вот он фильм-то снял, там, где индейцы и там, и голова там, отрубили этому парню в голову, вот оно про, про вот эту вот, про архитектуру зекурато, да, вот для этих жертвоприношения, да, вот отсутствие ценности человеческой жизни, и на самом-то деле, вот в сталинские времена, вот она Москва, вот она же про это, да, если кто заходил в главный корпус МГУ, попадал внутрь, да, и вообще мимо него и идешь, там, там ты себя не чувствуешь подобным Богу, мягко говоря, да, ты прекрасно понимаешь вообще, кто ты есть вообще и где твое место, вот, и будьте любезны вести себя прилично, Рим, между прочим, да, прекрасный, красивый, чудесный, вот она классика, да, вот отличие, вернее классицизм, отличие классики и классицизма, в Риме, да, ты наслаждаешься и так далее, но там уже другие пропорции, там уже не золотое сечение, поэтому, да, вот для тебя все это красота, но там все находится в таких соотношениях, что ты понимаешь, что, да, ты наслаждайся, но веди себя прилично, вот как мама в детстве учила, да, вот аккуратненько даже за тобой следят, и дисциплина тут будет большая, и если что, легионеры, они тебе вот как бы вот все объяснят, как надо, вот, и поэтому стиль это совершенно удивительная вещь, с помощью которой мы можем регулировать и внутреннюю атмосферу, да, вот, то, как мы будем жить внутри своего дома, как мы будем общаться с домочадцами, да, как вот оно все будет организовано, а стиль это же не обязательно колонны какие-то лепить или витражи ставить, да, это пропорции, это взаимоотношения элементов, да, это в основном про ритм и про метр, вот, а не про рюшечки, вот, и стиль описывает то, как, какая у нас модель общения с внешним миром, и очень интересная штука, я уже так буду потихонечку это закругляться, наверное, вот, она связана с деталями, с тем, что мы притаскиваем в свои дома, а как происходит наш выбор деталей интерьера, да, это, опять же, я вот дизайнером так вот прям на пальцах все объясняю, что заходит заказчик в магазин, как мы обычно заходим, когда нам что-то нужно, вот мы смотрим там, какие-то помпи, и у нас есть телесное отреагирование на какую-то штуку, вот мы что-то увидели, и мы на это отреагировали, мы будем вообще вот в трезвом умне, светлой памяти, там, мы будем расценивать это, отреагировать, да, анализировать свое телесное, ну, если вот быть очень сильно замороченными, да, или прослушать мои лекции, тогда уже да, вот, происходит телесный импульс, и мы всегда его считываем как желание, о, если я телесно отреагировал, значит, я это хочу, а мы отреагировать телесно можем и на ассоциацию, да, там, с вытесненным каким-то негативным переживанием и с позитивным, и когда, откуда у нас, да, вот каждый Новый год мы совершенно вообще вот без зазрения завести можем вытаскивать на помойку, да, вот просто ворохи того, что мы в свое гнездо, как сороки, это самое, успели за год натащить. Мы без разбора натаскиваем огромное количество всяких символов, с которыми у нас произошла вот эта вот ассоциативная связь, мы получили вот этот некий импульс, мы это схватили, и мы все это тащим в дом, вот, и по этому поводу всегда бывают очень важны вот эти вот разборы, и по этому поводу нужно отдавать себе отчет, что любой предмет интерьера, который находится, да, если мы говорим о доме, о доме в вашем окружении, вот задание вам на сегодня, я люблю, я всем даю домашние задания, вот, а придете домой, вот одну комнату, за квартиру даже можете не браться, можете даже вот хотя бы один угол, вот какой-то вот возьмите, и попробуйте вот те предметы, которые у вас вот стоят в этом месте, вот просто безо всяких умозаключений по поводу цены, качества, что это там антикварная ценность, там еще и еще что-то, попробуйте просто через свои телесные переживания почувствовать это вообще вам про что, и вы будете сильно удивлены, должна я вам заметить, ну я уже все самое умное рассказала, у меня уже байки начались, вот вечно ты не знаешь, какая я умная, Гера, за 20 лет знаю, нет, вот и, то есть, а по-умному, вот, Гера пришел, я вспомню, по-умному это как называется, вот все то, что мы привносим в свое пространство, это создает семантическое поле, то есть мы таким образом создаем семантическое поле, потому что каждый отдельный предмет, он для нас включает определенную, да, связь с нашим бессознательным, потому что, ну, если мы это принесли в свое, привнесли в свое пространство, следуя за каким-то ярким переживанием, соответственно, у нас была цепочка, которую мы выстроили и именно пришли вот к этому заключению и были связаны именно с этим примером. Вот для меня в свое время было совершенно вот открытием, я один период времени очень активно журналистикой занималась и про архитектуру много писала, и у меня журналы, я была главным редактором, и журналистика, она такая вообще прекрасная профессия, что вот можно вот попадать куда угодно, знакомиться с очень интересными людьми, и я имела честь быть представленной и приглашенной в мастерскую Анатолия Брусиловского. Это вот тоже вот шестидесятники, я вообще их очень люблю, а это вот один из наших тоже вот метров шестидесятников, и до сих пор у него мастерская на этой самой, на Наукузнецкой, огромный чердак. Ну и там вообще она была организована очень интересно, и в одном месте был музей, как он называет, книжка у него называется энциклопедия вещизма, а вот этот его уголок с сувенирами назывался музей цивилизации. Вот, и мы вот пришли там вот со вторым редактором, он говорил, девочки, если когда-нибудь все разрушится, да, как бы все когда-нибудь обязательно разрушится, и наши потомки откопают вот где-то там в культурных слоях мою коллекцию, то они смогут восстановить историю всей цивилизации, потому что он отовсюду привозил всякие сувениры. Но поразило меня не это, а то, что этот дяденька, который, дедушка, ему уже в то время, да, было на восьмой десяток, сейчас он вообще уже совсем старенький, вот этому мужчине, которому было за семьдесят, он сохранил флакон духов своей мамы. И вы представляете, вот этот вот пожилой человек, он имел, ну, во-первых, да, можно сразу сказать, что у него с мамой были хорошие отношения явно, и он имел такой богатый ресурс, да, вот во дни сомнения и тягостных раздумий у него была возможность вдохнуть вот этот вот запах мамы, да, вернуться вот этому контакту, да, вот это вот опять, да, вот про соединенность через вот такой вот дизайнерский в том числе, да, это же тоже предмет интерьера, эти все мелочи, вот почувствовать вот эту соединенность не столько в пространстве, да, а во времени, вот, поэтому всегда имеет смысл очень внимательно относиться к тому, что если мы где-то бываем в каких-то там путешествиях, не надо покупать, да, сувенир просто ради сувенира, это может быть просто какой-то камушек или палочка, но если вы его нашли в каком-то очень ресурсном состоянии, да, и это связано с какими-то очень классными переживаниями, не поленитесь, возьмите вот именно это и возьмите в чемодан, а если, блин, и отдых был черчевой, и кормили хреново, ну хотя бы магнит на холодильник возьмем, вот этого не надо, потому что если кормили хреново, еще и на холодильник вот это, не надо, отменяем, вот эту порчу снимаем, вот это чтобы похудеть, да, 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 это чтобы похудеть, вот. Поэтому вот те вещи, которые нам кажутся обыденными, на самом деле они имеют очень большое значение, потому что они-то и создают вот ту самую материальную реальность, в которой мы существуем, да, они-то и управляют нашим вниманием, они и заставляют наш ум за что-либо цепляться или не цепляться, то есть мы в состоянии, да, вот в своем доме, если уж не мандалу кала-чакра, да, соорудить, то по крайней мере мы в состоянии для себя запрограммировать то пространство, которое является благоприятным для нашей психической организации. И на сегодняшний момент я могу вам сказать, что уже как бы вот те исследования, которые проведены на сегодняшний день, они позволяют с помощью архитектуры уже решать определенную проблематику, и с помощью внешнего пространства мы можем регулировать активность, да, мы можем задавать определенную динамику психического движения человека в пространстве, да, мы можем его возбуждать или мы можем его успокаивать. Мы на сегодняшний момент уже совершенно спокойно можем заказывать, да, через дизайн себе ресурсные состояния, да, потому что у нас есть возможность делать семантические карты и, соответственно, те самые ресурсы, которые вы хотите активизировать в собственной жизни, вы можете это делать напрямую. Вот. Мы можем с вами определенным образом воздействовать на те отношения, которые у нас присутствуют в доме, да, и если, естественно, не решать какие-то глобальные проблемы, да, ну, как известно, во время ремонта чаще всего люди разводятся, вот, но это уже другой процесс, что там связано с другими вещами. Но в новом пространстве, когда мы, допустим, его создаем, да, или в том, в котором мы находимся, мы можем коммуникативные предпосылки тоже с помощью пространства менять, создавая, да, там, работая с границами, работая с маршрутами, работая с символами, создавая определенную атмосферу отношений с помощью стилистики. Ну, про настроение и так понятно, да, что хорошо, плохо, нравится, не нравится, вот уютно, неуютно все это присутствует, и вопросы тайм-менеджмента, не побоюсь этого слова, они тоже могут решаться за счет осознанной работы с пространством, потому что мы тоже с вами понимаем, да, что будут определенные приемы, имеющие частый ритм, мы будем на это откликаться, у нас будет повышаться сердцебиение, у нас будет повышаться внутренний ритм, будет много предметов для зацепки ума, наш ум будет быстро за них цепляться, то есть, ну, это вот такие вот банальные примеры, которые показывают, что даже наш психический ритм, в котором мы живем, мы тоже его задаем через внешние раздражители, в которых мы находимся. ну, и в итоге, да, когда мы подходим к организации своего пространства, мы можем это делать уже изначально и осознанно, опираясь на то, какие психологические и жизненные ценности мы хотим реализовать, и архитектура, да, на сегодняшний момент нам позволяет абсолютно точно достигать этих результатов, потому что есть инструменты, есть методики, да, и есть исследования, которые подтверждают эту взаимосвязь. И на сегодняшний момент к дизайну уже можно относиться как к программированию, то есть изначально задавать состояния, да, которые должны быть у человека в этом пространстве в определенном, и дальше уже под эти состояния подбирать архитектурные и дизайнерские приемы. И это может быть и как на уровне организации маленького пространства каждого для себя, и то же самое с точки зрения градостроительства, потому что, допустим, мы вот уже с коллегами делали определенные предложения там для Волгограда, там же вот у них периферийные районы, они такие неуютные, то есть вот такой вот прям вот, ну, совок-совок, да, и... Да там и центр не очень. Ну... Это женщина смечет. Ну, не, ну, женщина, ладно. И для детских учреждений, да, вот нахождение вот в этих градостроительных концепциях, в общем, была задача поднять активность творческую, да, вот, чтобы детишки развивались лучше, и были использованы уже конкретные приемы и для архитектуры детских садов, да, и для ландшафта, которая окружающая. В общем, уже на уровне градостроительства происходят такие решения и в Москве, и в нашем отечестве, и в мировом опыте тоже. Вот, поэтому мы придем к победе социалистического труда. Вопросы можно? Да. Банальный вопрос, спросите, но интересно, на спаситель. Ой, что я хотела бы спросить. Вы, конечно, скажете, вот. Нет, нет, нет. Вы понимаете, дело в том, что, во-первых, как бы отношение к этой архитектуре, оно может быть очень разное, потому что, с одной стороны, это, естественно, может опираться, во-первых, мы всегда опираемся, да, на свое субъективное восприятие, да, вот этот вот вкус, да, который соотносит внешнюю реальность с нашей внутренней реальностью, поэтому в зависимости от того, какая ваша психологическая, да, картина, ваш психологический ландшафт, таким образом вы будете относиться к этому архитектурному проекту. Это раз. Два. С Кутузовского восприятие абсолютно одним образом, со стороны Шмидтовского, вот, очень сильно отличается, потому что разность высот Кутузовский выше, и по пропорциям уже эти башенки, они торчат совершенно в других соотношениях, теряется вот эта вот звонкость пропорциональная. Я, поскольку на той стороне живу, то я очень часто, я... Материал, который используется, да, вот стекло и металл, несмотря на то, что они большие, да, казалось бы, непропорциональные человеку, но, во-первых, рядом сети, сейчас пока, ну, не очень много, но ставятся малые формы, которые позволяют человеку соотнести масштаб себя и окружающей среды. Я вот очень, как бы, против того, что Собянин убрал магазинчики, ларечки, да, скульптуры вместо не поставили, да, и малых форм в Москве больше не появилось, а человек в городе теряется, когда он не может соотнести себя с внешней средой, когда кругом абсолютно немасштабные сооружения, не уму ни на что опереться, ты теряешься, ты не понимаешь, кто ты вообще, вот, да, вот, козюленька, вот, по сравнению с этими штуками. И все-таки в Москва-Сити там потихонечку, там ставятся малые формы, то есть есть возможность уму на что опереться, там есть всякие детали. И плюс материал подобран, вот эти современные материалы, они же создают эту прозрачность, то есть и в хорошую погоду, и на самом деле, ну, даже в плохую, там всегда отражается небо, и там всегда идут облака, и эти башни, они вроде бы как и есть, а вроде бы как их и нету, потому что вот здесь вот облака, и тут они, но уже под другим углом, и здесь закат, он вот таким боком виден, а в башне он отражается другим. Поэтому, когда этот проект будет доделан, то я вам рекомендую на него смотреть вот с той стороны, со стороны Шмиттовского, для того, чтобы было больше ощущений гармоничности этого. Сейчас идет, особенно в Москва, большая мода на лофты. Ну, то есть это про что? То есть люди настолько хотят уже из какого-то уюта перейти вот промышленные помещения? Нет, смотрите, дело в том, что чем больше на нас наступает цивилизация, чем больше у нас информации, да, раньше мы могли идти по улице, но шли себе и шли, а сейчас мы идем, и у нас огромное количество, да, зайди туда, прийди сюда, здесь эта выставка, а тут эта распродажа, а еще какой-нибудь монитор повесили, и у нас огромное количество информации, то есть ум не отдыхает, мы себе не принадлежим. И поэтому чем дальше, тем в больших площадях мы нуждаемся. Почему сейчас вот все стараются переезжать, да, или за город, или покупать себе квартиры большого объема? Потому что у нас есть потребность создавать свою маленькую вселенную, мы, потому что вот в общественном пространстве мы все меньше и меньше имеем место для себя, да, для того, чтобы быть вот в соединенности и в покое. Поэтому мы расширяем свое место покоя, вот раз. Во-вторых, да, лофты, они еще и позволяют иметь объем не только в ширину, но и вверх, да, что тоже очень-очень важно. Да, вот все то, что нам в жизни, у нас огромная потребность в пространственности, да, нам хочется двигаться по пространству, как мы знакомимся с людьми, какие люди нам кажутся интересными. Те, за которыми мы чувствуем пространство. То есть нам всегда интересно, когда нам есть куда двигаться. И когда высота потолка позволяет не только создавать горизонтальную пространственность, разворачивать этот миф, но и создавать вертикальные какие-то переходы, это очень обогащает и архитектуру, да, и внутреннее состояние нахождение. То есть очень много есть куда развиться и есть возможность пережить разные ощущения, даже не выходя из собственного дома. То есть мы стремимся к тому, чтобы вообще из дома не выходить, да. Сидим в интернете, да, там, работа в интернете, там, общаемся в интернете, там, и так далее. Вот, я вот подружку свою, ну, вот, мы никак встретиться не можем, и тут она в фейсбуке появилась, Катька Фоминает. Господи, какое счастье, я хотя бы теперь с Катькой буду пересекаться. Это у вас что-то такое, вместо того, чтобы позвонить и увидеться. И плюс, как бы, сама стилистика, понимаете, лофт – это не стиль, да, потому что это стилизация. Поэтому в зависимости от того, какой там шаг колонн, да, какая высота, в зависимости от этого мы можем говорить, что там есть какая-то определенная стилистика. А как тенденция – это, ну, вот это вот стремление к более легкому образу жизни, когда уже не нужно что-то пытаться из себя изображать, да, там, выстраивая там какое-нибудь богачество такое вот, да. Это стремление к какой-то вот более естественному проявлению. Вот есть пространство, и я в своей естественной динамики буду в нем проявляться так, как вот мне хочется. Сегодня так, а завтра и так. Это возможности, вариантности такой. Можно вопрос? Да? Ну, сейчас, пожалуйста, можно спросить, я тоже. Вот, ну, как я занимаюсь сновидениями довольно плотно, и меня, в принципе, интересует вопрос образов зданий сновидения. Ну, вот в частности, например, сейчас попадаются у людей здания вот типа Гаудин, то есть здания, которые как бы растут, то есть они построены без углов, они как будто вырастают как-то до земли, там, наоборот, сверху, и вот в частности попадаются образ здания, как раз похожие на Москва-Сити. Это круглые, высокие здания с прозрачными стенками, высокие, уходящие вообще в небо там и так далее. И эти здания, вот почему, например, Москва-Сити, у меня тоже лично вызывает тревожность, ощущение тревожности. И вот люди описывают вот эти вот здания с этими лифтами летающими, как, что они вызывают ощущение тревожности. Если в отличие от естественных зданий типа Гаудин, они вызывают, наоборот, такое ощущение внутреннего рая, то вот это вот высокое здание, прозрачное, неуправляемые лифты, непонятно, где оно заканчивается. Нормально, да, я бы тоже испугалась оказаться в неуправляемом лифте. Вот тут запросто понимаю. Или какое-нибудь бесконечное здание, ну да. Мы же все соотносим, да, с собственным телом, с пропорциями. Если у нас нет возможности соотнестись, конечно, это вызывает тревогу, а как же ж. Ну вот у меня вот это вот... Вот я этим занимала, да, и вот я в двух словах сказала про стилистику, да, вот как все же способы организации пространства, они уже давно распределились по стилям. И в каждом стиле заложены вот эти вот базовые перинатальные переживания. Да, поэтому как бы вот про это можно будет и почитать, и послушать. У меня сейчас как раз вот этот вот модуль, между прочим, будет. Вот, то есть его можно целиком и полностью прослушать. Но он длинный, это там, где мы два раза в неделю занимаемся, получается, где-то два месяца. Да, а я тоже, я же обленилась, и... Ну, я не тоже обленилась, но... В общем, меня люди, у меня в основном слушатели, они и со всего постсоветского пространства, и есть люди, которые... То есть я в основном читаю вебинары. Вот, а найти меня можно, если Яндексу сказать, антропологический дизайн. Вот. И он сразу найдется, а кому надо, я принесла с собой буклеты. Вот. Парарам, парарам, па-бам. Можно? Да, можно. Можно. Сейчас выключается. Парарам, 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 парам, 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 парам.